Для этой сварки электроды не нужны, да и специальные защитные очки надевать тоже не надо. Такие аппараты используют на птицефабриках. Работают они на основе ультразвука. Все это холодное. Обалдеть, нагревания даже не произошло. Никакого нагревания нет. Происходит сварка за счет диффузионных процессов. То есть такие технологии сегодня широко используются. А это уже более серьезная установка. Аппарат ультразвукового бурения космических объектов для обнаружения воды и льда. Грантовый проект был реализован совместно с китайскими учеными. Бурение лунного грунта, то есть луна считается, что вот такая же примерно, как пенобетон. То есть пористая, да? Да, 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 пористая. Плотность у нее как у сыра, в общем. О развитии и применении ультразвуковых технологий депутату Государственной Думы Александру Прокопьеву рассказал доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель России Владимир Хмелев. Он ультразвук изучает уже больше 30 лет. Ученые Бийского технологического института являются победителями как региональных, всероссийских, так и международных грантов, которые в том числе реализуются зарубежными коллегами. Нам есть чем гордиться, то есть Бийскому технологическому институту. Мы вуз, который старается целиком соответствовать статусу наукограда города Бийска. У нас очень большое количество времени уделяется именно научной части, потому что, ну, объективно, не может быть хорошего образовательного процесса там, где нет науки. И на сегодня Бийский технологический институт по результатам федерального мониторинга в Алтайском крае занимает первое место среди всех вузов и их филиалов по такому показателю, как количество денежных средств, заработанных на научную работу на одного НПР. Достижений у вуза много. А в конце февраля выпускник, а ныне преподаватель Бийского технологического института, трехкратный победитель конкурсов президентских грантов Роман Галых, будет защищать докторскую диссертацию. Он будет одним из самых молодых докторов наук в нашей стране. И особо приятно, что родом из Бийска. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.